Вместе со Стивеном Сигалом мы в этом сюжете видели кадры Лукашенко-Морковь, дружба, попытка приблизиться к цивилизованному миру. Теперь же Лукашенко выступает еще и в роли голубя мира, пытающегося навести мосты и стать кем-то не похожим на диктатора. А вот насколько у него это получается? Ну да, тут смотри, тут отдельный момент. Действительно ли он пытается выглядеть сейчас как голубь мира, или же он просто должен говорить или делать какие-то заявления для того, чтобы его сейчас нормально принимали в Поднебесной, то есть в Китае, где он находится с официальным визитом? Давай об этом поговорим с Натальей Радиной, белорусской журналисткой, главным редактором новостного сайта «Харти 97». Наталья, приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, дайте, пожалуйста, оценку вообще в целом визита Лукашенко в Китай. Зачем он туда приехал? Это его инициатива, инициатива китайской стороны. О чем пытаются договориться или что обсудить? Ну, конечно, Лукашенко не является никаким голубем мира. Это ястреб войны и диктатор, который незаконно удерживает власть в Беларуси. Что касается его визита в Китай, то, конечно же, он преподносится сегодня белорусской пропагандой, как прорыв в международной изоляции Лукашенко. Поскольку последние его визиты в Зимбабве не произвели никакого впечатления, в том числе и на белорусов, и вот был подготовлен визит в Китай. Так совпало, что сейчас решается вопрос, окажет ли Китай поддержку России в преступной войне против Украины. И, конечно же, совершенно очевидно, что те переговоры, которые прошли в Пекине между Лукашенко и лидерами китайской коммунистической партии, могут быть связаны с поддержкой войны в Украине. Я бы обратила здесь внимание на вероятность того, что в Беларуси могут быть открыты новые производства в оружии с участием Китая для поставки вот этого произведенного оружия. А у них уже был опыт создания, например, реактивных систем залпового огня «Полонез». И мы думаем, что вполне возможно, что будет открыто новое производство и будут производить вооружение для войны в Украине. Зачем это китайской стороне, как вы считаете? И насколько это реально обслуживает интересы самой Поднебесной? Ну, в первую очередь, мы видим, что Китай так и не занял четкой позиции относительно войны в Украине. Он не осудил войну в Украине. Более того, сейчас заявляется о вероятности поставок летального оружия из Китая в Россию. Конечно же, радует, что есть жесткая международная реакция, что США уже заявили о введении экономических санкций в отношении Китая, в случае, если они поддержат Россию в этой войне. Но, более того, мы готовы присоединиться к этим санкциям из страны J7. Но мы, очевидно, мы видим, что мы знаем прекрасно, что в Китае правит коммунистическая диктатура, которая всегда поддерживала недемократические режимы. Отсюда и такая политика в отношении России, к России, и такая же политика в отношении Беларуси. И поэтому я думаю, что даже если Китай не поддержит в открытую войну и не будет поставлять в открытую вооружение в Россию, я думаю, что в обход санкций они попробуют через Беларусь переправлять некую военную технику, технику двойного назначения, компоненты для создания вооружения, микросхемы, а также продолжать тесное военно-техническое сотрудничество с Беларусью по созданию вооружения. Как вы считаете, Лукашенко, есть уже мнение о том, что он поехал за деньгами в Китай и может сделать страну такой, скажем, серой зоной для обхода санкций. Есть ли вариант того, что Лукашенко все-таки удастся избежать прямого назначения страны как полигона, даже не полигона, а как полноценного участника российской войны в Украине? Нет, мы целый год наблюдаем за тем, что происходит в Беларуси, мы видим, что Лукашенко активно поддерживает войну России против Украины. Знаете, вот на самом деле не имеет такого большого значения, вступит ли белорусская армия в эту войну в открытую, потому что речь может быть идти о 10-15 тысяч военнослужащих, которые не сыграют большую роль на театре военных действий. Но на самом деле то, что творит Лукашенко, то, что на территории Беларуси находятся российские войска, которые проходят интенсивное обучение. Наверное, за этот год десятки тысяч российских военнослужащих были обучены на белорусских полигонах. То, что у нас размещается российская техника, то, что идет ракетный обстрел с территории Беларуси и Украины, все это имеет огромное значение. И поэтому Лукашенко, когда он участвует в этой войне, и, судя по всему, он будет продолжать в ней участвовать. И не задаю вопрос относительно того, каким образом этот визит обслуживает интересы самой Беларуси, потому что вряд ли обслуживает эти интересы. А вот интересы самого Лукашенко. Насколько, например, подобные визиты помогают ему создавать вот этот образ легитимности, хотя, по сути, он незаконно захватил власть и является самопровозглашенным президентом Беларуси? Да, вы правы, он незаконно захватил власть, является диктатором, не признанным ни на Западе, не признанным собственным народом. Конечно, такие визиты никоим образом не исправляют его имидж. Более того, нам, белорусам известно, что все белорусско-китайские проекты, которые осуществлялись на протяжении многих лет, они были провальными. Потому что, да, была попытка создать белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень». То есть этот парк не окупился, и сегодня он вообще абсолютно бессмысленен, потому что страна обложена западными санкциями, и производство в этом парке, как планировалось, высокотехнологичной продукции, оно уже не имеет смысла, да, потому что нет рынка сбыта. Более того, была попытка создавать на территории Беларуси китайские автомобили «Джили», которые не выдерживают никакой конкуренции с западными автомобилями. И говорят, что сейчас, да, их производство увеличилось в связи с введением с западными санкциями, но мы прекрасно понимаем, что это все равно не окупится. И завод беленной целлюлозы по Цветлогорскому также оказался недостроенным. Это грязное производство, которое делало невыносимым жизнь в самом Цветлогорске, и он также недостроен и не введен. Поэтому все вот эти проекты, ну, единственное, что успешно, это продажа белорусского калия в Китай, да, потому что Китай первый в мире по потреблению калия, и Беларусь может туда экспортировать с калийные удобрения, которые уже невозможно экспортировать на Запад, также в связи с санкциями. Кстати, на ум приходит фраза «Восток – дело тонкое» и вопрос. Не кажется ли вам, что, может быть, и в Китае понимают, что лучше не иметь дел с Лукашенко? Ну вот, вы знаете, я не думаю, что Китай настолько разборчив в своих контактах. Как я уже говорила, это диктатура, которая также поддерживает других диктаторов. Тут они не брезгливы в своих контактах с диктаторами. Да, мы видим, что Лукашенко приехал, делал там такие неуклюжие комплименты китайским руководителям. Стил не прикрыто. Ну, судя по всему, им это нравится. Отношение к нему, конечно же, как к дурачку такому, но, тем не менее, территория Беларуси им необходима, потому что это часть шелкового пути. Другое дело, как сейчас, в условиях фактического закрытия даже границ, вот, например, с Польшей, да, то есть как можно использовать вот этот транзитный статус Беларуси для Китая. Я думаю, что им, конечно, крайне неудобно. И эта война, которую развязал Путин, и вот эта поддержка этой войны со стороны Лукашенко, но, тем не менее, все равно встречаются, и, тем не менее, о чем-то договариваются. Потому что вот вчера же были подписаны соглашения между Лукашенко и Си Цзиньпинем, и пишется о том, что, согласно этим договоренностям, вероятно, все-таки поставки в Россию через территорию Беларуси вот продукции двойного назначения и военной техники. Посмотрим, что будет дальше. Но надо обязательно обращать внимание на белорусско-китайское сотрудничество, конечно. Наталья, а мог ли Лукашенко договариваться о том, чтобы Китай защитил его от влияния Путина или там полномасштабного влияния Путина, которое до сих пор, возможно, не наблюдается в полной мере? Ну, в частичной мере возможно, но я думаю, что это глобально нет. Невозможно, Лукашенко находится в такой зависимости от России, от Кремля, от Путина лично, что уйти от нее он сегодня не в состоянии. И никакой Китай и Россию не заменит сегодня для Лукашенко. Да, может быть и так. В любом случае, да, мы действительно говорим сейчас о Поднебесной, как о диктатуре. Это не демократическое государство. Но там тоже взято некое направление взято на то, чтобы решать вопросы, связанные с деньгами. И решать вопросы деньгами. Поэтому большой мир, в котором значительную роль играет Соединенные Штаты Америки, тоже важен для Китая. И накопливает санкции. Да, поэтому, наверное, решения будут приниматься, основываясь и на этих факторах также. А какие решения конкретно будут приниматься, ну, видимо, время покажет. Спасибо большое. Наталья Радина, белорусская журналистка, главная редактор новостного сайта «Хартия-97», была с нами на прямой связи. Спасибо. Спасибо вам.